Привет! Меня зовут Женя и я люблю пиво. Мы сегодня пробуем бельгийские блонды, потому что в одном из выпусков, в одном из первых выпусков, где мы пили бельгийские Лёфа и прочее, нам сказали, что я не блог, я люблю говно. Поэтому я решил найти бельгийские блонды, блядь, из франы Бельгии. Мысли францис. Да я прикалываюсь. Нет, просто из Бельгии прям максимально бельгийский. У нас есть выпуски с триплями, с дуплями, с квадрюплями. Это вот блонд. Со мной сегодня Никита и Соня. Никита Макин и Соня лесбиянка. Чегооооо? Сидорова коза. Так не то. Ты же хочешь противопоставить? Мне себя. Куда мы катимся? Ужас. Я не лесбиянка. Почему? Ооо. Мне нравится мужчина. Ты думаешь, бишка хоть? Давай, печеньку. Панки упал. Ну все. Хочется. Ну безрыбие как бы или бишка рыба. Бишка. Би-би-би-би-бишка. Ой, очень вкусно. Если это применимо к пиву. Все, это пивасик. Это прям приятный пивасик. Угу. Светлый, приятный. У них бельгийцы. Немножко, митловатый. Как это он прям плосковатый. Раскрывается. Ну типа жигулийцы. Ну это блонд. Это прям как жгули, а только бельгийские жгули. В бельгии делают морщину сказать. Что-то ему не хватает. Какой-то татру какую-нибудь. Нет, нет практически горчи, только в самом конце. Такая небольшая горчинка. Но под нее хочется какую-то рыбку. Ну согласен, да. Побить на стол, да? В газетке. В газетке, да. Хорошее пиво, приятное. Нет, противочек. Файл. У нас с тобой остается в ровном вкусе. Это вообще не надо. Пивать не гелезда ягодить. Это скажется, как вы гонбами. Я просто могу поменять позицию. Это очень важно. Когда в группа мужских позицию периодически. А ты поменяешь позицию на какую? Ну ситуативно надо смотреть. Ситуативно? Конечно. А зачем ты сейчас подписываться сразу? Если ты такой хамелеон. Ну про каменьбэнк или политику в России? Ты сказал, ты можешь победить позицию. Я пытаюсь объяснить. О чем речь? Я пошел завтра. Давай. Мне больше не понравится. Вот это давайте. Номер два. Это по горчее. Это по горчее, да. Погрубнее. Такой по интенсивнее. Но тоже приятно. Интересный. Интересный. Но он плотнее, интенсивнее, горчее. И запах, кстати, быстрее вычисленнее. Кстати, когда их вот открываешь, у них такой приятный цветочный запах. Такой какой-то немножко... Ну это как у всех бедится, мне кажется. Вот за счет этого брожения, такого немножко диковатого. Такой немножко домашнего пива. Вот так вот. Тишина. Все. Про прорных нас поговорили. Или все такие задумались? Нет. Я уже сказала, что для меня оно горьковато. То есть это... Ну, я, по-моему, люблю пиво без горчинки. Мне такое в меньшей степени подходит. Хотя я считаю, что это очень приличная и приятность пива. Ну, ну посидеть. Ну, блин, классный Блонд. Почему-то надо чаще пить Бильгипс. Да, да. Что-то я в последнее время только наши эти всякие НИИПы и прочие. Ну, Бильгипс делает очень крутое пиво. Оно специфическое. Они все его любят. Потому что начинается... Есть люди, которые... А, тебе вот это не нравится? Ну, ну, лучше клюблющую, но мне не нравится. Сорт в целом Блонд. Нигде тебе нравятся брюнетки просто. Слушай, ну, Блонды, ты вот любишь тот самый Акапульто свое и прочие эти самые... Светлое, просто еще светлее, чем... Ну, как бы еще легче. Что ты говоришь в сердце? Про, ну, корону, Акапульки и прочее, что там. Блин, ну, корона – это вообще не пиво. Ну, правильно, что это пиво? Ну, в общем-то, да. Ну, корону. Ну, в общем-то, да. Когда возьмем немецкий биль, то там тоже все не делаем. Немецкий биль вообще не про это. Немецкий биль – это не про состав пива. Короче, смысл про состав. Там не должно быть, там, солдинь, чем я. Знаешь, почему его составили? Чтобы, блядь, не это самое... Цены на пшеницу какие не упали. Ну, тут, когда в свое время. Это все не про то. Короче, я за третий. Хочется на белом тостике паштить? Какими-нибудь точками? Какими-нибудь цветочками пахнут? Луговыми. Женя, ну, что это за количество пива? Или луговым, депутат? Тебе это налил нормально, а у меня это что? У меня зато меньше пива. Это я должна вот так дегустировать? Все. Давай, третий. А у Никиты тоже? Там не поменьше? У меня образовался висяк. Что-то на пол шестого. Вообще не пахнет ничем. Я говорю, Женя, там цветочки, луговые, ничем не пахнет. Потому что быстро улетелись. Он больше на первый похож. Слушай, они все ровные. Медовый такой. Ну, да. Вкусно, кстати, что медовая. Но в целом вкус слишком одинарный, я вам так сказала. Одинарный? Бинарный. Не бинарный. Не бинарный. А не бинарный? Одинарный? Слишком одинарный, в нем сплошная горечка. С самого начала до самого конца. Да. Вот я, например, во втором. Начало глотка? Первым горечка была в конце. Во втором она была легкая. Здесь она не очень интенсивная, но она есть. в конце, она никак не преобразовывается в процессе того, как ты пьешь. Она меняется просто. Она может готовить. Большое уточнение. Не могу придумать ответ сейчас. Ну, ладно. Потом напиши комментарии. Ну, ладно. Четвертый. У нас второй. Все уже старенькие, видишь? Да, Жень. Когда она будет по 70, мы будем снимать? Да. Надеюсь, нет. Ну что, четвертый? Четвертый. Ну, это, кстати, приятный запах. Никита опять прилипает. Этот потемнее. Ой. Ну, блин, я липкий джан, льдицы. Ничего не чувствую. Какой интересный сладко-горький вкус, который преобразуется в слабость. Слушай, он в конце пропадает. Я почему-то сейчас представила, что это на Порнхабе, знаешь, себе там. Вот это вообще очень приятный. Раздел. Какой приятный запах. Который преобразуется. Ну, такой, ну, как бы аналог на Порнхабе наших. Аналог. А, кстати, можно же туда заливать. Ну, это, кстати, по-моему, самое приятное. Очень приятное пиво. Прямо очень достойное. Это все, да, бельгийцы. Прямо с наклейкой даже. Ну, немного мылит в конце. Не знаю, не чувствую. У тебя опять мыло кто-то нажал. Ну, я не знаю, как вам объяснить. Какой-то такой луговой аромат. Недалекий, что ли? Ну, не очень сильно. У тебя почему-то все мыло. Не, мылит, это значит... Тебе нужно отдать какой-то анализ на мыло. Высокощелочный, значит, в воде было. И PH очень высокий. Трубинов, в таком случае, говорят, росло в минеральном филочке. Вот. Этот ячмень взрос на полях, где раньше была мыльная фаврика. Не, либо соды туда бахнули. Т.е. на полях Освенцимы. Это не в Бельгии же было. Сказал, что именно это в Бельгии делали. Уже про ячмень говорили? В Бельгии экспортируют ячмень из Германии? А Освенцимы в Германию? В Польше? В Польше. Там спорная территория сейчас, знаешь. Через месяц уже может Германия будет, через два это будет Украина. А может быть Россия? Ну, нет. Россия? Нет. Россия? Нет. Выдалось, да? Ты накаженный день. Ты губерниево пересмотрела? Ну. Давайте пятый. Ты себя отделять от народа. Я буду себя отделять от народа. Ты такая же? Нет. Зай-зай. Есть. Слушай, ну вот это такое странное немножко. Как-то я не впечатлена. У него посерединке такой очень провальный вкус. Ну, такой какой-то очень... Много орчит. Много горький такой. Да. В середине блатка. В конце такой. Уходит куда-то. Как обычное светлое. Понятно. Ну, как? Ну, что? По этикеткам будешь сегодня у вас? Иди под дизайном. Ну, да, давай. Я не знаю. Ни одно из этого пива. Какой-то блин? Мне очень понравилось в четвертую, да, по-моему? Да. Ну, они самую красивую. Значит, details рассмотрим. Let's look. У меня в кабинете зайдешь. Учти, что это бельгийцы. У них дизайн... Я выбираю вот с каким-то святым. Это отец пива Андреевич. Святой Ватник. Святой Алексей. Новый. Соответственно... Маштиндрюгер. Бельгер и Бельгер. Ну, все остальные. Ну, вот эта еще этикетка имеет место быть. Флорефф. 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 Извините, я наплевал. Мне понравилась четвертая, да, думаю, больше всего. Пусть оно будет вот этим. Так, четвертая. Мои познания. Ну, Никитос, стоит так. Гляненько. Ну, блин, ну, так и все. Ну, блин, ну, так и все. Ну, блин, ну, так и все. Это второе. Это второе. Это второе. Максимальная. Максимальная. Максимальная невинятная. Прогрессивная. Бельгийская в банке. Трубадур. Ну, пусть Трубадур будет самая невинятная. Боуделло. 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 Они бельгийцы, они же как почти по-ханцузски, да, должны говорить? Да. Почему? Там есть разные. Бельгийцы, мне кажется, там больше. Не-не-не, там по-разному. Здесь есть тоже. Как швейцарец. Короче, первый, правильно, это вот этот вот. Вик-си, Вик-си. Я правильно поставила? Первый, да. Выкусим. Второй был вот твой святой Алексей. Третьей был традициональный Трубадур, вот этот, традициональный Трубадур. Потом вот этот фнор. А, вот эта баночка мне тоже понравилась. Да, и последняя, вот эта невнятная, кстати, я думал, что они будут прикольные. Кстати, вот эта и кто-то еще, это одна и та же, вот это, это одна и та же пивоварня. Вот это мускертирс какой-то. Я внесу вот это в контекст, потому что оно вьерное. Мускертирс. Муске, не, мускете, а, мускетерка. И об этом где-то в виде мерещелся. Классно, классно пиво. Это понравится Абраму пиво, мускетера. Ивану? Да. Анату. Стендап комику? Ивану сам. Бывшим в КВЭЧ. А, ну что, на этом, так, какой в итоге-то? Четвертая. Четвертая. Четвертая, вот эта толстая бутылочка. Formula Forefilling. Блонд. У вас прекрасно французский. Бельгийский. Ха-ха, он прикалит в этот ф разных язык? Не бельгийского языка. Чау. Никтос, тебе какой-то зашел? Ну мне ничего не понрав qualities. Просто они говорят на голландском, а на французском? Нет голландского языка. Нет голландского языка? Что у них? А они на каком языке говорят? Нидерландский? Голландский язык есть. Но это как немецкий парень. Нет, голландский так отдельно. Он прямо голландский. А в Блоксенбурге, на каком городе? Короче, в итоге вот это прикольное, вот это хорошее, неплохое, невнятное, невнятное. Всем подписка, share, комент, не забывайте про нас, мы еще не закрылись. Такой слоган, мы еще не закрылись. Нужно голосом губерниевая, мы еще не закрылись. Все, пока. Как это? Он слишком простой. Я сегодня какая-то уставшая, я хочу лечь. Наконец-то. Все, все к этому шло. Женя, включай подсъем, где там камера под столом должна быть еще, как минимум. Подсъем, блин. Я думаю, что жарко, лампа же жарко эта. Кстати, я тоже думаю, что жарко, или потому что мы уже выпили. Потому что не чается. Подсъем. Сколько можно? Эта тема неисчерпаема. Мы просто выйдем сразу в квартал, и Никита Пастор и говорит про Гонгвэ. Подсъем. Берди кирки, он просто, мне кажется, у него премиум подписка на Порнохаб. Он такой и так нахватал. За что Копорнохаб?